запись началась а вот да марина извините там в другие чаты полетели ссылка в тот чат уже я прислал да повторяю вопрос да ребята запись началась давайте первый вопрос что тебя подтолкнуло к созданию компании ты так известный довольно таки топ-лидер опять же по спейсботу тебя знает по другим компаниям ну ты у тебя очень хорошие результаты но ты заморочился и решил создать свою компанию почему смотрите расскажу чуть марка до сетевого человек который не любил людей потому что все происходило так то что у людей школа образование надо завести девушку там либо там девушек мужика завести родить ребенка устроиться на работу путешествовать раз в год в лучшем случае купить квартиру в ипотеку машину в кредит потом вроде бы 40 лет цели не реализовались и но тебя лучше чем у соседа и так жизнь скончалась как бы пункта кончалась как бы образно ну там можно все разворачивать очень красиво еще в красках и как бы я всегда жил хотел жить по-другому я всегда там с 21 лет я уже открывал бизнес и лежал в доминикане получается мне пришел перевод 15 миллионов рублей на счет и через два часа у банка забрали лицензию и не успел деньги обналичь и строковой случай 700 тысяч рублей вот марк который был как бы 13 лет на улице которая работает добился вроде бы цели и потерял ее конечно слезы и истерики хорошо все включено было в доминикане тогда и даже уже приходя в этот бизнес у меня было два традиционных бизнеса которые приносили мне примерно 10 тысяч долларов там если 100 долларов ошибочка чтобы мне говорите что марк ты нас обманул сейчас хорошую сумму зарабатывал я был самый жго жесткий скептик сетевого бизнеса прям самый жесткий мне всегда звонили делали все не по алгоритму косячили я говорю даже перезвонил человеку через месяц горел а видишь я сказал у тебя не получится и в черный список покидал ужасный человек буквально потом однажды все-таки меня заточили на встречу не знаю почему кстати мой первый наставник большое ему спасибо вы не представляете он был армянин накачанный армянин который вообще не типичный сетевик в принципе я не знаю почему меня не вырубил на ступеньках пока что мы шли к офису потому что я уже накидал там столько возражений это была самая тяжелая встреча в его жизни и шел я в офис разнести эту встречу думал сейчас хоп сядет его наставник миллионы жизнь удалась там некоторым людям это знакомо и он мне сам рассказывать презентацию закрывать все возражения я чешу голову понимает что я дурак я потратил 5 лет своей жизни я горбатился работал копил на традиционные бизнесы а тут такие возможности я пришел в этот бизнес чат я потом буду читать отвечать на все вопросы друзья дождитесь все ответа и придя в этот бизнес я получил 130 отказов ушел с бизнеса пришел попробовать потом я пришел осознанно сюда с джоном списком но добился цели я уже тогда знал то что я в будущем хочу я уже понимаю то что в этой компании мои люди мало зарабатывают и потенциал у меня очень большой и хочу мои люди были долларовыми миллионерами или хотя бы зарабатывали 10 миллионов я понимаю то что в будущем создам свою компанию так уже произошла произошли первые мысли 4 года назад примерно я потом ушел в другую компанию стал топ-1 компании команда 50 тысяч человек компанию продали как бы им пофиг на российский рынок я людям за ради своего человека обманывать не могу я не заинтересно я могу так в жизни зарабатывать деньги в любом направлении главное захотеть руки-ноги есть языки есть все круто пошли я ушел в той компании здесь компания закрылась он зато было по инстаграму может слышал потом пошел и анализировал тогда уже 50 компаний примерно почему они закрываются первый год между да по и предложения поступали это фигня запишу себе буду анализировать ту ту другую компанию третью десятую почему команд команды растут компания закрывается почему кого-то там такие вот какие преимущества такие ошибки вел уже анализы потому что знал в будущем на чужих ошибках я буду создавать нечто другое и мне косячить нельзя это не тот бизнес когда можно открыть бизнес закрыть его потом второй третий четвертый пятый как бы за играться тут люди в тебя люди верят тебя ответственность самая большая в жизни если ты действительно думаешь о людях они как некоторые рифоводы и пирамидчики и там все прочее то он ответственность очень большая и вот тут побывал там спейсботе почему я с 15 тысяч на организации все это бросил потому что не буду сейчас не люблю засирать другие компании прошлой все это опыт есть определенное уважение все равно это в моей жизни люди участвовали я просто понял то что я не могу вести за собой людей и я не могу контролировать то и мое видение по-другому когда все против меня а мое решение всегда но правильно мой мозг уже отличается совершенно по-другому и это было неоднократно доказано все изменения в маркетинге так далее все ошибки почему прошлая компания просто с 250 тысяч пользователей превратилась в 500 активных пользователей потому что никто меня не послушал и потом даже на последних планерках призит создатель компании надо марка слушать сигарет нет ну все друзья пока пойду создавать свою компанию но в итоге вы видите что сейчас создается и цели совершенно другие я измеряю свой успех не в том как я сколько денег заработаю а сколько люди будут зарабатывать в моей компании денег как они будут менять свою жизнь помогать своим родителям помогать там не знаю своими детям как они будут одеваться лучше все прочее часто больше у нас будет общение уделите час времени чуть разберетесь во мне вообще в компании потом будете думать никого не заставлять деньги не собираюсь сейчас открытали олег если я вдруг не отвечаю на вопрос то чуть наводящие вопросы дополняй и буду тебе ну получается дополнять это все пришла идея давно амбиции большие горю сетевым бизнесом горю историями людьми в итоге создал эмоционный блокчейн проект потому что продукт который хочет каждый человек это печатность на в денег кто-то хочет greenway кто-то хочет онель тут гербалайф кто-то хочет там что-то другое но если взять дом и 100 квартир то хотят только один продукт все которые не купить это печатность на денег и у нас он подкреплен продуктами маркетингом системами стратегиями и так далее дальше будем разбираться олег следующий вопрос смотри как раз в тему вопрос такой как думаешь почему павлу дурову не дали создать свою криптовалюту и почему ты сначала решил создать свои токены только потом уже планируешь запустить свой защищенный мессендер наподобие телеграмм смотрите в чем ситуация у павла дурова если например моя я не считаю то что сейчас это стопроцентной гарантии штамп паспорте мой ответ правильный думаю 95 процентов вот моя ситуация сейчас которая вам объяснена правдивая дуров сделал ошибку он помимо токенов присылов еще людям обещал дать пару процентов от всей компании на протяжении 10 лет когда он дает проценты от компании то это ценные бумаги ценные акции и он попал под сек поэтому он нарушил законодательство и они к нему придрались и сделали вот это все вот это его самое главное было я не знаю чем думали его юристы потому что все-таки человек не последний человек на свете действительно с опытом большим либо это определенная игра в мире который мы никогда не узнаем почему потом разрешили наверно какие-то ключи дал или что-то произошло либо как-то договорился странная ситуация происходит друзья но я выступаю в открытую блокчейн под открытой эксперты профессионалы и разработчики поймут то что у меня нету доступа там ключам кошелькам и всему прочему иначе бы я умер бы первую неделю бы за мной пришли бы забрали все точно вот следовательно нас если правиль запускается то сидит по-другому мне конечно имя другое все об этом узнали например сейчас бы знали бы весь мир об артере бы там не знаю миллиард человек возможно бы мне дали бы запустить артере но как только он запускается удалить невозможно как например биткойн бы тоже мешать же доллару государством и так далее уж удалить не могут все понятно следующий вопрос смотри такой интересный вопрос сколько ты денег вложил свои-то деньги или есть какие-то тайные инвесторы которые тебя поддерживают сейчас отвечу очень подробно такой знаете наводящие вопросы чтобы полностью закрыть возражение инвестора просто мне никогда не нужны мне нужны единомышленники но естественно проект обошелся немалые деньги если но тоже не продираться там плюс-минус миллион рублей допустим более 30 миллионов рублей потому что мы создавали продукты все-таки мы первые кто в мире реализовал подписание блоков через телефон точнее при первом обновлении мы это действительно будет подкреплено фактами и продукты и все сделали для общего пользования то что если кто-то знает хоть один блокчейн проект который есть кошелек в apple story и с продуктами дополнительными не просто маккейн а продуктами то пожалуйста напишите мне кажется таких продуктов нету такого блокчейна проекта в мире мы первые потому что мы с apple store сейчас тоже некоторые моменты меняли уже не регулируют утилити токен в мире а мы официальная компания в документации все я стою там тоже создать и сто процентов акции мои там и так далее дюмс проверку проверил только на предстарте код оценил 84 миллиона рублей так что может как я уже доллар и миллионер там но это все фигня вот поэтому у меня есть разработчики и опять же это просто слова которые не могу подкрепить фактами разработчики одни из самых сильных людей в мире это пока что но я не смогу это подтвердить поэтому можете верить может быть нет просто за проделанную работу вы потом поймете насколько крутые продукты будете оценивать уже мои слова и верить или нет я не заставляю сейчас не призываю кого естественно руки никогда никому не показывать потому что безопасность компании собственность компании и все так далее вот разработчиков есть процент от всей компании определенной чтобы продукты всегда были самые лучшие на свете все было самое лучшее для обычных пользователей и получается дать людям возможность зарабатывать на настоящем крутом блокчейне проекте вот идеология компания такая это можно развернуть там кто-то бегает по проектам теряя деньги допустим так далее кто-то хранит свои данные небезопасно допустим кто-то там всеми у вас вижу у нас вот эти два слова которые сказал их можно развязать просто там не знаю на сотни историй и это красиво рассказать опять же предпочитаю показывать не рассказывать но думаю этот вопрос я ответил то что просто инвесторов нету есть разработчики которые вниз доля по доля от компании а вот естественно я свои деньги вложил даже мне пришлось чуть перезанять пойти ва-банк потому что я говорю сетевым и у меня нету шага назад и я буду здесь идти вперед топить просто до самого конца с зубами грызть за асфальт чтобы артере превратился в гигантскую корпорацию мы там следующие вопросы тоже будут наводящие вопросы которые я разверну еще более глобально этот ответ смотри марк такой вопрос какие виды заработка есть в данном проекте и чем он отличается от всех ну которые сейчас там нашумели проекты и почему вообще человек должен идти именно твой проект но я тут недавно говорил просто короче создать фанти который дает проценты можно элементарно стоит это недорого а создать блокчейн проект с продуктами и вложить в него душу и придумать маркетинг и все сделать экологично это уже совершенно другой уровень я думаю я могу смело об этом говорить сейчас подкрепленными фактами и вот конечно же мы все люди мы можем ошибаться и будут какие-то ошибки кто-то будет приходить уходить будут скандалы интриги расследования там всякие там куча происходить на маркете как не знаю как дети ссорятся около песочниц там все это будет приходить естественно но компании есть продукты есть идеологии есть маркетинг есть грамотный фундамент не просто инвесторов есть глобальные цели ну вот поэтому всякие там вгс холдинги это же и так понятно что пирамид кто зашел первый успел там на закрытом раунде допустим там рассчитывали там другие люди заработали конечные пользователи что не все потеряют на вот у нас то есть продукт у нас монета подкреплена продуктами вообще совершенно все по-другому если кто-нибудь знает другие проекты с продуктами не просто по продукты академия не знаю там шоу-рум одежда например там подпитана токенами а действительно был чейн продукты то пожалуйста напишите в комментариях мне будет очень интересно ну давайте эфир не брать то что там смарт-контракты такие минут для обычных пользователей на больше конечно же есть блокчейн проекты которых можно брать код и разворачивать правда также у нас люди смогут обновление космоса пройдет появится смарт-контракты люди смогут создавать токи на нашем блокчейне люди смогут создавать получается продукты отдельно создавать свои приложения какие-то либо разворачивать ноду и хранить корпорации у нас продукты и платить за газ нам у нас настоящий блокчейн проект нас открытый код будет получается блокчейна конечно приложение оффчейн закрыта, потому что собственность компании просто копипасты не появлялись, такие сотни артерий. Думаю, ответил на вопрос, Олег? Если нет, то наводящий... Я сейчас чуть-чуть наводящий тебе задам вопрос. Ну, в белой бумаге написано там пять видов заработков. Можешь ты очень коротко, просто потому что, ну, люди многие не разобрались, ну, как бы много читают, ты понимаешь. Как ты видишь? Есть, получается, вообще блокчейн идея, то что это децентрализация, и люди здесь собственники, и система их благодарит. Есть продукты для пассивных пользователей, которые несут пользу в блокчейне, есть продукты для активных пользователей, также есть продукты просто для, ну, для людей. Получается, первый продукт делегирования. За что система дает такие проценты? Человек покупает монеты и вызывает ликвидность. Так что у нас депост плюс профавтерити, все по реферальной системе идет, даже если человек по открытому фоду регистрируется, закрепляется за кем-то рандомно четвертого статуса, то когда он кидает монеты в делегировании автоматически гласует за 10 высшестоящих людей, то что они продвигают сеть, они крутые, они молодцы. Они становятся валидаторами, укрепляют сеть. Он, замораживая монеты, вызывает маленькую волонтильность на рынке, потому что если у нас миллиард монет, а 950 миллионов монет заморожено, то курс влияет на 50 миллионов монет. Поэтому он молодец и за это система ублагодарит, в зависимости от его размера стейка. Если там одна сумма 21%, если другая 24%, если другая 27%, то 30%. Также есть продукты для обычных пользователей. Скачав приложение, купив эти продукты, он может пользоваться VPN, он может пользоваться хранить свои данные безопасно. Также есть продукты здесь для активных пользователей, которые даются бесплатно. Он молодец, продвигает компанию, он топит за ним, он хочет построить здесь удаленный бизнес, пассивный доход, обрести мощное окружение, получить автобонус в подарок или кучу других всяких фишек, которые мы дальше еще разберем. Закрыл второй статус, он получает арт или нот в подарок. Даешь свободный память, трафик интернета, получаешь дополнительный доход. Появилось 10 тысяч монет товарооборота в структуре, либо там уличного себя, стал валидатором, подписываешь блоки в блокчейне, зарабатываешь бабки. Также лидерские бонусы, всякие подарки и все прочее. Все сделано для людей, и причем для людей для активных и для пассивных. Крутой продукт, крутой маркетинг. Крутая монета, подкрепленная продуктами. Следующий вопрос. Тут тоже вытекает из предыдущего. Смотри, большинство спрашивают, какие требования к телефонам. Если поставить данное приложение твое, будут они тормозить? Не будут? Нужен там последний айфон 15 какой-нибудь для того, чтобы зарабатывать? Давайте просто представим на примере, как бы говорить программистическим языком, мало кто поймет. Вы качаете, допустим, игрушку PUBG, какие там популярные есть, не знаю, там всякие. Они весят гигабайты. У вас телефон при этом тормозит, вы сможете выходить в Instagram? Да. Сможете Safari открыть? Да. А только вы там качаете 3 гигабайта, наше приложение весят... У нас даже, как сказать, это как историю посмотреть. У нас не Proof-of-work технологии, когда вставляешь в розетку оборудование, которое ждет электроэнергии, и делать миллионы операций, найти нонс, при котором как формируется блок в блокчейне, который получает вознаграждение. Он перебирает миллионы алгоритмов, ищет определенный кусочек последних цифр, и кто первый нашел, тот подписал блок, получил вознаграждение. А у нас получается формирование блога, форжинг, другая технология. Блог формируется, он просто подтверждает, что действительно здесь так, отправляют двум-третьим, если они согласны, что действительно здесь правда все в этом блоке, то они подпечатывают этот блок. Поэтому не будет сильных затрат там и всего прочего. В общем, подойдет любой, в принципе, современный телефон. Ну как, конечно, многие 3310 не подают, хоть мы все любим 3310 и шутим над ним, потому что зарядка биржи 3 года. Ну какой-нибудь телефон, там, не китайский iPhone 3, но от 6-го iPhone хотя бы, там, от 5-го. По поводу, некоторые люди не понимают iPhone Android, иногда чуть характерически сильнее и дешевле намного стоит. Просто Apple это бренд. Поэтому следить на Android, там, тоже долларов 100-200, наверное, должен стоить примерно. Да, там, телефон МТС за 1000 рублей не подпишет блок, я думаю, скорее всего так. Ну вот, у нас будут там настройки, параметры, там, поймете. Так, смотри, из этого, опять же, вытекает такой вопрос. У некоторых пользователей сейчас новомодные Huawei-телефоны, которых нету Play Market. А, ну это Android, правильно, Huawei? Да, это Android, да, APK-шку там или какой-то файл. У нас у Android есть преимущество, даже если его нету в Play Market, на сайте есть файл, который скачиваешь, устанавливаешь. Поэтому даже нам одобрение Apple Store, Play Market особо и не нужно было, просто технология, допустим. Самое главное, Apple Store, и все. Смотри, очень многих интересует, ну, как ты сказал, есть активный заработок, есть пассивный, да, приложение. Ну вот, интересуются те, кто хотят зарабатывать на пассиве. Какие условия, какие там, когда инвестировать, сколько снимать, вообще твои советы. Как быстро увеличить стейки, начать пассивно зарабатывать. Давайте по поводу процентов. Есть, вот, короче, заходя в блокчейн, допустим, придя на работу, не знаю, давайте представим, то, что вы ребенок, пришли в тир, и там нету инструктора. Вы берете автомат, начинаете стоять. Возможно, вы там, не знаю, короче, накосячите. Поэтому, если вы там не поработали с инструктором, то вы сделаете беду. Вот в этом бизнесе единственное, что вы должны сделать, разобраться в этом бизнесе и изучить байт-пейпер. Байт-пейпер уникальный, потому что, опять же, делается для людей первая половина части на простом языке. И вторая часть уже более техническая часть, потому что чуть-чуть разбирается, что такое космос, СДК, Тендер, Мин, БФТ, консенсусы и все прочее. Какая там у нас проходимость, допустим, формирование блока мегабайтов и все прочее. Вот призываю вас, пожалуйста, контролируйте, чтобы вы и ваши люди изучили байт-пейпер. Вы поймете там некоторые вопросы. На сайте есть процентовка. По поводу, как лучше делать. Очень много людей у нас жадные. И очень много людей прогорает на этом. Я предлагаю... Вот сейчас послушайте меня. Я как создатель компании, которая в открытую выступаю, вы можете воспринять меня как такого человека, который вам никогда плохого ничего не пожелает. Он придумает самый идеальный вариант для вас. И вот я вам сейчас дам совет, который ваш выбор потом будет воспользоваться им или нет. 70% прибыли, которая вам приходит каждый день, вы обратно откладываете в тумбочку, фиксируете в фиат, в рубли. Кто не понимает, это либо доллар, кто зависит, где живет, либо гривна. Понимаете. А 30% реинвестируйте. Можете увеличивать свой кошелек, как некоторые любят сложные проценты инвестирования. Но пока что ты не зафиксировал ту сумму, которую ты зашел, вот 70% каждый день ты откладываешь, не занимайся подобной всякой херней, там копишь-копишь, там ждешь, там рискуешься, вот эти нервы седые, там криптовалюты и так далее. Живи стабильно и спокойно и счастливо, потому что наш проект позволит тебе быть счастливым и обеспечить себе очень сильный достаток. Когда ты зафиксировал прибыль, ты, образно, все, 100% в плюсе, там, миллиард процентов, да фуу, дальше можешь играться 50 на 50%, 50% фиксируешь, 50% реинвеста. А вот. Поэтому моя рекомендация такая, а вам дальше верить мне или нет? Понятно. Ну то, о чем у нас в клубе всегда... Обычно бы, кстати, если бы это была бы пирамида какая-нибудь, то я бы говорил бы, вы что там, курс влезет в космос, реинвестируйте, все, все, процентов, мне надо продать свои монеты. Да ни в коем случае не продавайте, друзья. А тут сознательно все по-другому говорит. Поэтому прислушайтесь, фиксируйтесь, все стабильно, самое главное. На протяжении примерно 80 лет у вас будет печатный станок денег. Просто он через 5 лет примерно будет меньше 7% доходности у вас. Сеть будет построена большая, куча продуктов и всего прочего. Ну, то есть, то, что у нас в клубе вообще, наверное, все знают, никогда не инвестируют в те деньги, которые боятся потерять, это первое правило. И второе правило, это всегда выходи на безубыток сначала, а потом уже прибыль собирай, так сказать, фиксируй. Тогда не будет никаких проблем. И тут люди тоже пишут, там, вот я в Вегас, там, Циркл и там всякие такие. Инвестировал, пишет, ну, как бы, человек, 3000 долларов. А почему тогда, ну, как я буду верить вашему проекту, если, ну, они как бы все похожи, и вообще, почему этот проект... Они похожи. Извините, перебью, Олег. Не похожи вообще. Угу. В Вегасу, там, все об этом знали. Да. У нас проект другой. Если человек действительно потратил хотя бы час своего драгоценного времени, куда он хочет занести бабки, я считаю, это должен человек делать так, то у него подпадет вопрос, он просто, наверное, не разобрался. Разберитесь, пожалуйста, мы первый блокчейн-проект такой в мире. Уникальная возможность есть, и фундамент по-другому построен. Там вопрос я видел, просто был, почему мы, типа, не собираем деньги заранее с людей? Наперед отвечу. Была такая биткоин-лихорадка, и многие пирамиды, вы думаете, кто-то сталкивался, если состоял крипто-сообщество. Люди говорят, у нас что-то будет, там, пиздец, там, транзакции на минуту быстрее, чем в биткоине, там, инвестируйте в нас, мы, там, порвем его, там, все, там. Люди инвестируют, только инвестора. Проект запускается, либо вообще не запускается, чаще всего было так. Но если он запускается, набрано только инвестора, один разработчик продвигать это не может. Посмотрите, один человек работает, он не всемогуч, набрал там много миллионов долларов. Выходит на биржу, и все, пока, до свидания. У нас как сделано? Инвесторов я вообще не набирал. Конечно же, есть сетевики, они зовут инвесторов, чтобы зарабатывать бабки. Но эти ветки будут сбывать товарооборот, создавать и все прочее. И получается, как только выйдет продукт, приложение и все прочее, человек заходит, хотел бы, купил две монетки, там, ну, минимальную сумму, если не ошибаюсь, 200 рублей купить или 100. Риски большие, понимаю, там, ну, это юмор черный. Кинули в делегерин, посмотрели, все работает, все круто. Принимаете решение, покупаете монеты. Потрогали продукты, нравится, пользуйтесь. Вы активировали маркетинг, видите, вознаграждение идет, все круто. Принимаете решение, топите. Деньги заранее не собираетесь, а не из кого. Все вложил сам. Веря в свой продукт, свою компанию, опыт колоссальный. Идея хорошая. Так что, думаю, это хорошее преимущество, друзья. Смотри, сразу такой вопрос. Регистрация вообще официально, неофициально вообще, как это все, ну, как-то твоя компания оформлена на тебя. Тоже хорошее. На какого-нибудь индуса там, где-нибудь, да, там, которого никто не видел. Ну, как есть компании, которые... Вера опасна, очень часто делают дропов, получается, подставных директоров и все прочее, но я создаю, стою, это, директором компании, сто процентов мне даже принадлежит. Но я думаю, сейчас если папку буду показывать, там не рассмотреть особо будет. У нас на сайте есть, у нас на сайте есть в самом низу, получается, адрес компании, номер можно пробить. Также в артере точка нетворка, нашем телеграм-канале официальном, если пролистать намного вверх, там есть одобрение дюнса. Дюнс, это который сотрудничает с Эппл, самый крупный корпорат в мире. И он провел расследование на нашу компанию и оценил ее, получается, на предстартовом моменте только 84 миллиона рублей. Это все-таки акула, которая, крупная акула, которая работает с крупной акулой. Зарегистрировано мы на Сыщенской островах, все правильно, о которой написала девушка. Почему? Потому что не в мире, мало где регулируется криптовалюта. Мы в России не можем зарегистрироваться. Я причем не хотел бы в России регистрироваться, кстати, а в открытую. Я думаю, прекрасно вы поймете, почему, что у нас происходит в России. Мы выбрали самую благоприятную среду для криптовалюты, чтобы работать официально и легально. Я не хочу открывать компанию в России, указывать, что у нас обмен какой-то там идет и стою в ней в документациях, я нарушаю законодательство. Я, конечно, сделал все легально, официально. Мы блокчейн-проект. Нас проверил DuneS, мы подали в Apple Store, нас проверили код там, безопасность, все прочее. Сейчас идет финишная модерация. Я заинтересован работать серьезно и занимать нишу блокчейна в мире, потому что всего лишь 2% занято среди всех 10 тысяч криптовалют в мире и капитализация сотни миллиардов долларов. Поле просто, просто пустое поле. Мировое пустое поле просто. И теперь подумайте, где вы находитесь и как это все создается. Потом на старте, со временем, вы это больше поймете и принимаете решение, друзья. А вот. Ответил на вопрос, Олег? Да. Теперь следующий вопрос. Есть ли системы? А, еще чуть дополню. В некоторых странах, где криптовалюта регулируется, надо открывать компании. В планах у меня, мы сейчас заблокировали Америку, Китай, потому что мы еще официально работаем по IP. Через VPN они смогут заходить, но в Польском соглашении написано, что ограничиваем. В будущем я буду компанию в Америке открывать, просто 10 миллионов рублей не хочу открывать страну, где нету людей еще. Китай тоже, согласно, надо пройти. Потом мы будем после старта в Эстонии открывать, получать лицензию. Туда на определенные виды деятельности тоже. Европа заходит, там тоже есть партнеры у меня, получается. Просто об этом не кричу, как в одной компании было с Таиландом, 200 тысяч тайских сетевиков. Хочу показывать. Я не хочу раздувать сейчас хайп, покупайте монеты, монеты мои и все прочее. Я хочу поставить правильный фундамент людей, которые поверят в идею. Когда я буду показывать, что действительно так и есть, они будут топить с горящими глазами. Вот моя идея такая. Так что я делаю все так тихо, и мне говорят, прорекламирую, давай заплати нам деньги, мы прорекламируем в канале твоей компании. Мне интересно. Говорит, ты что, не понимаешь? Это уникальное предложение. Давай. Я говорю, нет, мне неинтересны рифоводы. Зачем? Вы что говорите? 15 человек, которые мне говорят, скамятся. Я говорю, незаходимый проект не надо. Ни в коем случае не вздумай покупать монеты. Так что, Олег, следующий вопрос. Есть ли системы у компании? Короче, вот, когда я рассказывал, есть анализ компании, но компания запускается, залетает тысяча людей с завязанными глазами, как ноготов, и друг друга сшибают, потому что не хаотично идут, нет обучения, нет систем, нет ничего. И у компании есть, получается, два разновидности систем. От компании и сетевое направление. От компании что это должно быть? Маркетинг план, квалификации, бонусы и все прочее. И должна быть градация, получается, систем в плане, знаете, мероприятие проходит, вверх идет, потом опускается, потом опять вверх и так далее. Должны быть системы, которые всем дают рост. Получается, два ключевых мероприятия для лидеров в году и два мероприятия офлайн от компании. Есть проблема летнего сезона, когда люди расслабляются, отдыхают и творят обороты маленьких компаний. Следовательно, перед летним сезоном будет глобальное мероприятие, награждение, там, всякие анонсы продуктов, все прочее. Летний сезон проходит, потом в октябре день рождения компании и запускаем другие еще сезоны. Все время есть системы, которые постоянно дают компании не умереть в первый год. Я думаю, сейчас кто двигался, многие компании, которые умирали, у них было такое вообще? Или бы они просто говорили и делали все это коряво? Вот у нас, получается, будет промо, кстати, первое для лидерского слета в ноябре. Получается, мы вывезем людей, которые выполнили условия. Возьмем там спорткары, мустанги, камары, ламборджини, там, параши, там, бизнес-тренеры, контент, яхты, тусовки, рестораны, там, пообучаемся, познакомимся лично, обменяемся опытом. Вот. Это будет примерно через 45 дней после запуска, 40-45 дней, 30 дней после старта идет промо. Кто выполнит условия? 200 тысяч монет в структуре, делегированных. Это, получается, должно быть не так, потому что одного инвестора завел, такой, хоп, я лидер, выполнил условия, я на маржи не кататься. Либо сам зашел, допустим. Должно быть три разные ветки. Одна ветка считается максимум 80 тысяч монет. Если у меня там 100 тысяч монет, то это засчитывается 80 тысяч монет. Другие две, получается, должна быть, ну, разная сумма, чтобы вышла совокупность 200 тысяч монет. Ты летишь, все тебе там включено. Ты оплачиваешь только билеты. Вот. Все там дальше, все тебе включено. Поэтому будет очень жаричко. Мы покажем, что мы больше, чем обычный блокчейн-проект. Вот. И будем, ну, короче, будем подтверждать все фактами. Слова, конечно, сейчас есть. Люди хотят услышать слова. И они просто, ну, что-нибудь сделаем, например, было бы неправильно. Так что будем, будете смотреть за моими словами и убеждаться в моей адекватности. Марк, смотри, у тебя просто очень большой опыт построения команды. Скажи, сколько у тебя самая большая команда была? Сколько там людей? Если сейчас на тысячу ошибаться буду, то, ну, не критикуйте, 50 тысяч человек. 49, если не ошибаюсь. 48 900, либо 49 200. Вот такая была у меня команда максимальная. Скажи, какие ошибки ты совершал, когда строил команду? Ну, посоветуй нашим лидерам, нашей команде. Я совершал все ошибки возможные, потому что я тот человек, который, я морального права не умею обучать человека тому, чему я не учился. Когда я чему-то учусь, я всегда ошибаюсь. У меня, кстати, первая презентация была, у меня, короче, первую встречу за меня наставник проводил, потому что я был зажирный, говорю, ну, если ты за меня построишь структуру, то круто. Он говорит, сколько там надо привезти? Я ему привел. И он один раз не приезжает на встречу, потому что он захотел, чтобы я научился проводить встречу, потому что я очень много разслушиваю это все. Я боюсь в офисе проводить встречи, ухожу с ним в кафе с человеком, покупаю ему кофе там и так далее. И человек убежал со встречи. Я позвонил своему наставнику, я на него наорал, обмазелил, говорю, я тем более ненавижу. Короче, у меня самооценка упала. Я вроде предприниматель, нормальный адекватный человек тут какому-то, ну, я могу смело назвать его сосунком, потому что он никогда не работает, он там маминкий сынок, он как бы взрослый, там байкерской тусовки были вместе. Но меня это задело. Короче, я получил эмоции, эмоции разочарования и наорал на своего наставника. Короче, я все ошибки совершал. Я терял команду, где-то я наорал на кого-то, что-то и так далее. Поэтому навык коммуникации, навык построения у меня развит очень сильно и очень много людям помогаю. И говорю, когда ты делаешь какое-то действие, давай разберем ошибку, посоветуйся, как бы я бы сделал. Выслушай меня, дальше принимай решение. Потому что я тот папа, который уже много раз приходил пьяную, домой и знаю, с какой стороны сковородка я получил по голове. Где надо увернуться и сколько надо выпить и как доехать домой и все прочее. Поэтому опыт колоссальный. Если рассказывать все истории, то это будет история на часов 10. Ясно. Смотри тогда, следующий вопрос. Какое качество твое ты считаешь самым сильным, которое позволило построить и добиться тех результатов, которые у тебя сейчас? Знаете, у меня вот иногда люди просят какую-то информацию, мне нечего сказать. Как нечего сказать? Допустим, сидят там, лидеры, которые заходят, тоже хотят слушать, как, что там происходит. И, понимаете, для меня это уже стало таким обычным действием, как будто я пошел зубы почистил, а когда я об этом рассказываю, как я чищу зубы, что реально? Вот это будет! Допустим, там, чуть-чуть уже перешекывает опыт, то, что, ну, я уже в счастье получаю чуть-чуть другого или какие-то действия делаю, не знаю, активировать человека, например, там, на 10 миллионов, ну, это нормально, допустим, там, ну, для кого-то это, я там, все, там, мама, я лечу в Дубай, чашу на Грифузу, там, сумку Джимми Чу, там, на Бали хочу, там, у него, как бы, другие эмоции происходят. Поэтому, вот как-то вот так. Ясно. Смотри, вопрос такой, почему название артери вообще с чем связано, как расшифровывается, аббревиатура это, или что вообще, откуда, кое-что? Вы с названием столько парились, это очень тяжело что-то придумать, а потом придумать, передумать и так далее. Сколько было вариантов, сколько было криков и слез, сам на себя в комнате кричал. Потому что, ну, назвать крутую компанию инновационную, как-то, не знаю, не знаю, там, минус токен как-то, ну, как-то не то, либо, не знаю, там, бот токен какой-нибудь. Надо было придумать, что-то и подкрепить, что самое важное в организме, как бы, получается. Ну, конечно же, там, сердце есть, там, и, как бы, артерии служат очень важным функцией организма, скажем так. И представьте, то, что есть киборг, у него есть артерии, дальше такой, печатать киборг себе сердце, печень, почки, делать пластику лица, выбирать прическу, там, фигуру, там, все прочее. И скоро этот киборг оживет. Это будет что-то нечто. Поэтому мы взяли из основы артерии, потому что это одно из важных составляющих вообще экологии, скажем так, бизнес-отношений и всего прочего можно развязать по-разному. Поэтому такое название. Он действительно артерия, артерия и так далее. Ясно. Смотри, тоже очень популярный вопрос. Сколько можно зарабатывать валютах? Как раз прошло промо, кто-то даже получил это промо, и все хотят знать, сколько они будут зарабатывать на этом. Поймите, короче, то, что у нас ни внутрянка, ни какой-то бот в Телеграме. У нас настоящий блокчейн-проект, даже когда человек активирует маркетинг-план, это разбивается на 10 транзакций, с каждой транзакцией берется 0.3%. И поэтому блоки максимально живые. Ник поменять, один токен, там, что-то еще сделать, возможно, есть платные еще услуги. Следовательно, блоки насыщенные. И кому-то повезет подписать насыщенный блок, кому-то пустое, потом подписчики поменяются они, естественно, на начальном этапе сеть не такая живая, потому что в будущем у нас будут криптокарточки, у нас будет система лояльности для нашего комьюнити, как онлайн и офлайн, чтобы у нас люди приходили, расплачивались, получали скидку. Действительно, будет мотивация оплачивать криптовалюте, транзакции будут постоянно гоняться, есть комиссии за них. Также мобильность капитала, тоже быстрые транзакции, инновационный блокчейн, плюс также смогут создать токены на нашей платформе, и они же там не манят их, они же не вставляют оборудование и все прочее, телефон не подписывают, они платят нам за газ. И чем больше этот организм будет распространяться по всему миру, как и действительно артерия, представим, планета Земля и артерия тоже, тем больше валидаторы будут зарабатывать. В начальном этапе, я думаю, это может быть долларов сто будет. Телефон просто работал, как работает, только приносит тебе дополнительно сто долларов. С памяти телефона, допустим, и так далее. Перспектива потом в будущем, я хочу, чтобы это было тысячу долларов. Поэтому есть мотивация, людям даже потом будет потом просто оплачивать маркетинги, чтобы получать валидаторы, и сеть всегда будет жить. Доказатель авторитета есть. Почему, например, проблема есть у биткоина, то, что 51% находится в Китае, например, можно проводить атаки 51%. На эфире недавно сделали тестовую атаку и подменили блок. У нас самая максимальная защита. У нас, чтобы человек обладел 51% валидаторов, он должен столько активации сделать и столько монет под собой поставить, что он просто барань уже заебется об этом. Не говоря просто уже физически. Поэтому у нас действительно мобильный, крутой, инновационный блокчейн проект. Представьте, вот сейчас по Wi-Fi разговариваю, включился ОТФ, пошел в ресторан, другой Wi-Fi, там по-другому, там другая вышка. У нас блокчейн перемещается по всему миру. Это просто, ну это просто трэш. Так что следующий вопрос. Ну как раз из этого вытекает. Чем ты видишь компанию свою, Артери, в будущем? Максимально твои такие планы, максимально наполеоновские планы. Короче, это получается, будет приложение, где человек скачет приложение. Там есть кучерек, он может иметь пассивный доход, делегировать монеты. Там есть мессенджер, где ты можешь общаться и твои переписки не прочитают. Значит, если бы не был доступ, ко мне пришли бы там и сделали больно. Также ты можешь выходить в интернет безопасно, также у тебя есть офис, где ты можешь построить бизнес. Также в этой компании будет академия, где ты можешь получать финансовую грамотность, блокчейн грамотность, партнерский программ грамотность. Также на этом будет получается, я сейчас рассказываю про дорожную карту, не то, что потом еще дальше будет, которую мы анонсировали. Также сейчас люди любят закрытые такие некоторые вещи, как, например, сейчас излики выходят, их раскупают, лимитированные и все прочее. Стоят для кроссовки по 100 тысяч рублей, некоторые по 50. Кто-то любит предстарты айфонов, кто-то там Верту любил. Люди любят что-то такое закрытое. Сообщество, бизнес-клубы сейчас, путешествия, тревелы компании всякие. Не знаю, вот ваши команды тоже как бы получается. Люди любят команды и все прочее. И мы хотим сделать для нашего комьюнити, у нас будут карточки, получается, чтобы они могли онлайн расплачивать, получается, люди смогут создавать сайты, которые невозможно заблокировать. Они могут давать, мы можем это сделать им бесплатно, но они дадут для нашего сообщества скидки. Также в офлайн, как, знаете, WinWin Capital, есть CityLive, допустим, прикиньте, вы расплачиваете карточку, получаете скидку. Это пока что то, что есть в дорожной карте, допустим. Также потом можно, если у нас большой комьюнити, даже голосование президента может происходить на блокчейне, которое невозможно изменить. Можно зумы делать, можно делать видеоконференции, можно делать все, что угодно найти на блокчейне. А теперь вот представьтесь, фантазия работать, и так как у меня еще мозг по-другому работает, теперь вы можете представлять, сколько будет продуктов. И сколько человек, который продвигает эту компанию, может зарабатывать на всю жизнь свою. А не бегать по проектам. Думаю, ответил на этот вопрос. Да. Смотри, ну это уже от девушек наших вопросы пошли. Твое любимое блюдо? Девчонки, обожаю вас, спасибо большое. Мясо, наверное, мясо. Люблю, короче, не знаю, в какой стране нахожусь. Например, на Бали я всегда зимую, как всегда, пару зим провел. Там мне нравится тунец, поки всякие. В Москве люблю шаурму, люблю бургеры, мясо. Вот. По настроению все. Захотел, вот для чего мы зарабатываем деньги? Для того, чтобы жить комфортно. Передвигаться, например, бизнес-классом, либо подарить своему ребенку лего, либо мотоцикл маленький, либо маме отправить в санаторий. Чтобы деньги это все, это безопасность вашей семьи, это здоровье вашей семьи, это как бы ваше настроение, ваша улыбка и счастье тоже. А вот по поводу империона, видно, кто-то меня знает. Вот. И поэтому, вот, кто мне когда отказывает в бизнес, говорит, типа, нет, я говорю, да слава богу, ты мне отказал, я благодарен тебе. Я всегда чаевые официанты оставляю, таксистам оставляю, начать, доставщикам еды, там и так далее. Кто-то должен нас обслуживать, должен быть обслуживающий класс. Не веришь в идею и работаешь с нами дальше, кто-то должен копать 20 лет уголь, кто-то должен ремонтировать компьютер, кто-то должен создавать айфоны, кто-то должен открывать бизнесы, рестораны, салоны красоты, там, барбершопы, не знаю, все прочее. А вот, поэтому я благодарен тебе. Поэтому я зарабатываю деньги, чтобы мне все было хорошо, поэтому могу пользоваться разными едой, ресторанами и всем прочим. И я мультиместер, сной. Ясно. Смотри, опять же, от девушек твое семейное положение на данный момент. Развелся. То есть у них есть шанс, получается, да? Есть шанс. Понятно. Ну, смотри, в основном все вопросы, которые мне прислали, я задал. Смотри, переходи в чат, там много вопросов есть, там, почитаем, друзья. У кого-то есть вопросы, которые я не ответил, либо вы не получили ответ на свой вопрос из того, что я сказал, задавайте опять вопросы и будем рожевывать это более подробно. Чат здесь, в зуме. Да, я смотрю. Матайва. Так, привет, привет, привет. Вот так. Почему не перевести сразу все расчеты на крипту, хотя бы на топ-20 монет бирж? Не совсем понятно, но... мы не выходим сразу на биржу, друзья, понимаете, есть разные запуски блокчейна. Почему люди говорят, а есть ли биржи, например, потому что они заранее продавали монеты, набирали инвесторов и все прочее, потом старт выпускается на биржу. Мы-то это не делали, у нас первичная продажа монет, потом выход на биржу. Вот, продукты есть, понимаете, потому что компания вложила бабки, и то, что мы заработаем, допустим, там с SEO 100 миллионов рублей, блин, не те деньги вообще, чтобы как-то попустить руки. Артери может приносить на той дорожной карте, которую я озвучил, миллиард рублей в месяц. А с другими продуктами я хочу, чтобы компания стоила триллиарды долларов, чтобы она входила к корпорации Apple, Microsoft, там, не знаю, Amazon и все прочее. Звучит сейчас это очень амбициозно, я не прошу сейчас верить, будем делать действия, будут трудности, будут спады и падения, и взлеты и так далее. Но пока что планы такие. Так, следующий вопрос. Вот такое возражение у нас в чате. Что-то прочитал в пользовательское соглашение, не в восторге, часть стран, таких как США, Китай и несколько других не участвуют. Ну ты вроде как бы отвечал на этот вопрос. Мы работаем легально, действительно настоящий большинственный проект. Как мы запустимся, как у нас стабилизируется все, мы будем заходить юридически в те страны. Мы не какая-то пирамидка, просто чтобы потом нас наказывали за что-то. Я буду работать, я говорю, это же агрегатор, это не просто фантик, это продукты, это идеи, экосистема, экология, бизнес-отношения, история людей и так далее. И я буду делать все легально, друзья. Сейчас, если мне скажут, вот в Америке есть человек, который там, 100 тысяч человек команда, ну конечно же, я полечу в Америку, сейчас и будут там с юристами оформлять компанию, например, после запуска, например. Но так в планах 21 год. Америка, там и получается, Европа в этом году, начальной стадии, как бы мы там расписываем планы и все они должны делать. Так, ясно. Смотри, следующий вопрос. Возврат делегирования только, ну, через 14 дней. Для чего это сделано, друзья? Например, есть криптовалюта, как бы повести пример самым, ну, призма, наверное, слышали, наверное, все. Вот там, получается, человек может просто вывести свой стейк, пойти на биржу, продать, обрушить курсы и перезакупиться у хомяков. А я-то создаю не просто, чтобы собрать ICO, я заинтересован в компании, в продуктах и в долг, он что-то долго. Сейчас секундочку, отвечу на одно сообщение. Вот, я заинтересован в качестве, поэтому у меня есть максимальный анализ других компаний и ошибки их, и я хочу сделать все по-другому. Я сразу говорю, я не бог, у меня будут ошибки, я обычный человек тоже. Поэтому, когда человек, крупный кит будет раздиригировать свои монеты, нам придет оповещение. Мы должны либо подготовить резервный фонд, либо там по ситуации просто это отпустить. Потому что мне неинтересно, чтобы за неделю вот это произошло, а потом все умерло, например. Но иначе я бы сейчас не работал бы, не создавал бы. Я мог бы просто фантик создать просто процентно. И монета могла бы работать год. Потому что монет мало, например. А я же не другая цель, другая идеология совершенно. Поэтому вот так все делается. Олег, следующий вопрос. То есть, получается, ты учел те же ошибки, которые были в призме, когда мы все видели, как там перед Новым годом задрали курс, потом все обрушили и перезакупили. Ну там реально жесткий памп был, конечно, там столько пришло людей. У меня в полисском соглашении написано, что пулы без моего разрешения создавать нельзя. Миллион долларов штраф. Я не позволю убогому пулу без системы, без обучения, без стратег завести тысячи инвесторов, не знаю, или сотни тысяч инвесторов, которым похер на технологию. И когда случается халвинг образов той технологии Paratax, они кричат лохотрон, создатель нас обманывает. Они не изучили технологию. Не знаю, пофер на все. Я строю другой фундамент. У меня другие интересы. Ну, то есть ты изначально как бы хочешь, ну, понятно, ты родились за свою монету, и ты хочешь иметь время, да. И плюс иметь время для того, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию, а не так, что утром человек, у него монеты стоили там 60 рублей, да, а к вечеру он уже нищий там ходит, по сути, по рублю. Это хорошо. Так, при делегировании сразу минус 15 процентов снимается. Конечно, у нас должна быть система мотивации. Биткоин купил, ты о биткоине не рассказываешь, ты еще не продвигаешь биткоин. Потому что нету мотивации, ты не зарабатываешь бабки. А здесь есть высокая доходность, при которой не жалко дать 15 процентов, и следовательно, есть люди, которые продвигают это с горячими глазами. И инвесторат счастливые, потому что монету продвигают, они просто, как я говорю, фундамент создали, монеты появляются, никто не продвигает, монеты обесцениваются. Поэтому все заложено, каждый шаг, ступеньку сделал, получил пряник. Сделал второй шаг, получил в бутылку пива. Сделал это, получил вот это, вот это, вот это. Есть система, есть мотивация, все для того, чтобы артерия как бы качала из сердца, печени, почки, чтобы киборг сюда жил. Чтобы он не был такой, как инвалид. Так, смотри, вопрос такой. Есть люди, которые пишут, что не готовы, чтобы данные их телефона хранились непонятно у кого. Нет исследований по безопасности этих соединений, да и эти монеты не имеют ценности. У нас код открытый, получается, там, кто-то может проверить, особенно корпорации, у них есть всегда программисты и все прочее, которые разбираются, у нас будет нормально открытый код, модуль это отвечает за это, модуль за это, модуль за это. не просто 200 тысяч строчек выстроим, это выкинем на твали. Вот, поэтому смогут проверить, как бы. Плюс мы также будем делать хакомод, получается, хакатон, язык заплетается, столько планерок провел сегодня. Вот, ну, как у любых других компаний нормальных, у эфира там и так далее. Если есть вывезимость, покажите нам, мы вам заплатим, допустим, 20 миллионов рублей. Вот, мы заинтересованы сделать все экологично и как грамотно. Также будем проверки делать и все прочее. Вот, в начальном этапе к нам же крупные корпорации особо не подсоединяются. Ну, конечно же, после АСЕО будем уже реинвестировать эти деньги. Я-то не положу себе в карман эти деньги. Все обратно уходит почти, там, 90% уходит обратно все. Так, смотри, такой вопрос тоже. Эти монеты не имеют ценности. Ну, я думаю, ты об этом рассказывал весь зубчик. Ну, да, я рассказывал, понимаете, тут иногда люди человеку не обеспечивают, что продукты это все там подкреплено. Всегда будут люди, которые не будут ценить эту монету. Им абсолютно похер. Если в этом разобраться и понять, тогда человек будет понимать ценностью. Ну, вот. Так что, у каждого своя ценность. Кто-то ценит свою жену, кто-то ценит своего ребенка, кто-то это не ценит. Кто-то ценит свою машину, кто-то ценит свою собаку, кто-то не ценит. Поэтому каждый человек личность, у каждого человека мы живем в свободное время, у него есть свое право ценить это или нет. Я предоставил получается все и так, и так, и так, и так. Дальше человеку составляет свое собственное мнение так, ну, что я могу сделать? Что ему? Приду с ножом горло, ты должен ценить мою монету. Это же не религия. Своя ценность. Да. Кто-то свое время ценит, кто-то за деньги продает его, кто-то ходит на работу за деньги. Да. Кто-то свои ценности в жизни. Кто-то скачивает приложение, ищет возможности пассивного заработка, чтобы свое время там инвестировать, какие-нибудь там более приятные занятия. Так, ну, вопрос, монета будет на бирже? Ну, как бы, по-моему, ты ответил? Ну, естественно, проводим первичную продажу монет, выстраиваем, это там у нас курс еще растет, чуть поработаем на 22 центах, если не ошибаюсь, потом выход на биржу. Договоренность есть с Coinsbit, топ-13 бирж мира. Ну, 98% людей, которые будут в компании, никогда на биржу не пойдут. Это просто возражение обычное какое-то, не знаю, элементарное. Я думаю, много кто со мной согласен. Не 100% людей на биржу ходят, просто репутационная часть. Конечно, она будет. Там, неважно, человеку, топ-13, или топ-50 это будет и так далее. Конечно, мы хотим продвигать свой блокчейн более серьезно, поэтому на топ-13 в начале заходим. Потом, конечно, все больше и больше со временем будет. Компания зарабатывает бабки, она будет реинвестировать в компанию, потому что компания может приносить все больше и больше и больше. Никому не интересно зарабатывать миллион рублей в месяц, смотри, такой интересный вопрос. Как объяснить человеку далекому от темы крипты? Как вообще, ну, как ты можешь объяснить человеку там в двух предложениях, например, как ему продать эту возможность? Как ему встроить в его сознание? Понимаете, надо всегда оставаться человеком. Если я сижу, допустим, на лавочке с другом, пью каждый вечер пиво, ну, это я просто говорю еще по рамане, я ему не должен позвонить «Добрый вечер, Алексей, у меня к вам есть предложение, слышали что-нибудь о криптовалюте? Вот я вам хочу предложить участвовать в маленькие криптовалюты. Я, конечно, с ним буду общаться, как общался. С кем-то я общаюсь делал по-деловому, с кем-то я общаюсь так, с кем-то вот так. Я всегда остаюсь человеком. Я личность, я такой человек. Не нравится, ну, вот так, значит, не буду меняться. Ну, если там никакие критические формальности делаю, потому что лидерская ответственность, там, как Аполлон, держу большой шар на собой, конечно, должен развиваться максимальный вершин, передать этот опыт своей команде. Вот, поэтому это очень тяжелый вопрос. У меня всегда мой продукт был то, что я человеку предлагаю изменить свою жизнь, построить удаленный бизнес, зарабатывать сколько он хочет, поиметь большое окружение, получается, сильных людей рядом с собой, видеть их, постоянно двигаться с ними вперед, там, помогать там родителям, участвовать в благотворительности и все прочее. Для этого мне подходили партнерские программы. Все, я вижу компанию, есть такая-то, есть такая-то, есть такая-то, все, возможность есть, предоставляю ее. Я никогда не говорил человеку, там, купи у меня Energy Diet, смотри, какой лосьон против черных точек. Как бы, ну, как бы это смешно будет, конечно, сейчас, возможно, даже кто-то делал, смотри, какая губная помада. Вот, поэтому я всегда человека звал на бизнес. Конечно, здесь есть крутые продукты, идеологии и все прочее, можно приукрашивать по-другому совершенно. Если человек просто инвестирован, то ему рассказывают, что крутая монета, значит, откуда биткоины берутся. Ну да, там розетки вставляют. Ну вот, есть новая технология, вот, усовершенствовала транзакция в 50 раз быстрее, быстрее примерно. Ну, 30 секунд у нас транзакция. До 30 секунд, может быть, конец блока будет, там, за 5 секунд пройдет транзакция. Объясняю, вот какие-то преимущества. Интересно? Все, могу тебе более подробно присылать материалы, знакомишься, поэтому созвонимся, отвечу на все твои вопросы, потому что новая сфера, я думаю, будет интересно, и так далее. Не смогу сейчас экспертно ответить на этот вопрос, может, кому-то понравилось, но это невозможно. Возможно, на час придется брать 20 тем, 20 ситуаций и разворачивать каждую систему более экспертно, если получить действительно достойный ответ. Хотя, может, так понравилось кому-нибудь. Смотри, следующий вопрос. Какие проценты по транзакциям, так как на блокчейне эфир комиссии рушат проекты? Угу. Хороший вопрос, сейчас отвечу. Друзья, у меня к вам просьба. В столь прекрасный день я с вами нахожусь... Блин, а там много еще вопросов, Олег? Сейчас смотрю. Ну, так, с десяток. Ну, отлично, перемотаешь просто. Я хочу получить тоже энергию просто. Посмотрите, какое здесь живое, красивое сообщество собралось на этот Zoom. Друзья, дайте, пожалуйста, огоньки в чат и напишите, из какого вы города. Давайте покажем, насколько мы крутые здесь собрались, потому что я стараюсь отдавать вам свою энергию. Вы, пожалуйста, дайте свою энергию. Насколько вам все нравится, дайте максимально огоньков, напишите ваш город, чтобы я чувствовал действительно то, что я вам нормально отвечаю что-нибудь. Для меня это очень важно. Единственное, что для вас прошу. Я также зайду в чат, посмотрю. Днепр, Украина, Новосибирск, Одесса, Комсомольство, Амурин, Новокузнецк, Саратов, Кетопавск, Камчатск, Иркутск, Дмитрий Тветровский, Казахстан, Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Италия, Испания, Белгород. Боже, какие вы крутые! Сибирь, Байкал, Нижний Новгород, Знаменка Украины, Украина, Я из Москвы, Твой соратник, Херсон, Махачкала, Питер, Офигеть, Черноморск, Блин, Я сейчас матом Хочу ругаться, Вы нереальные просто. Да, У нас команда тут Весь мир собрался. Саратов, Тарасстан, Нифига себе вы! Друзья, я думаю, по моим глазам сейчас видно, что искренне улыбаюсь. Спасибо большое, что сейчас половина чата дали, потратили время, нажали пару с пальцами, кнопочки, что действительно даете энергию, большая благодарность вам за это. По поводу транзакции, у нас заложено сразу в блокчейне, то что минимальная транзакция 0.3% от суммы, максимальная это 10 монеток, в зависимости от курса. Получается, если монета стоит 10 рублей, 10 монеток это 100 рублей, если человек делает транзакцию на миллиард долларов, получается, с него возьмется 100 рублей комиссия. И транзакция займется до 30 секунд. Мобильность капитала. Смотри, следующий вопрос. Будет ли офис в Москве? Я не смогу сейчас сказать точно на этот вопрос, прям, знаете, ну, своим именем. В планах есть. Получается, будет мероприятие сейчас в Сочи лидерское, потом в январе я планирую вывести куда-нибудь в Дубай, наверное, людей, либо на Бали, либо в Таиланд, либо в какую-нибудь другую страну, уже более серьезные мероприятия сделать. И там анонсировать, то, что уже продумать, то, что пора, наверное, открывать офисы, по динамике смотреть, по странам, по городам. В планах у меня это в голове есть. Но мы еще не запустились, не видим все, много чего, сколько там зарабатываем, сколько мы готовы, допустим, инвестировать, все прочее. поэтому точно ответить могу. В голове это есть, желание безумное есть, вот, потому что, ну, арендовать, я люблю работать, чтобы лидеры работали на земле, проводили мероприятия красивые, там, фотоотчеты делали, там, обучение проводили, вот, поэтому арендовать залы все время, как бы, можно взять в свое помещение. Может, вообще куплю, не знаю, инвестирую, посмотрим. Смотри, технический такой вопрос. Есть ли смысл устанавливать на несколько устройств ноду? Какую ноду? У нас есть, в блокчейне есть неполная нода, есть полная нода. Неполная нода, это получается, артеринод, давать свободный памятник интернета, полная нода, которая скачивает блокчейн и становится валидатором. Конечно же, если ты ресурсный, у тебя сильный фундамент, если ты можешь старые контракты идти создавать и зарабатывать еще больше. Конечно же, ты можешь это делать. В начальном этапе сразу создавать 5 контрактов дума не надо. Надо выстроить один фундамент, второй фундамент, третий, четвертый, пятый. Для квалификации, посмотрите, это можно помочь. Просто, когда очень большая команда и ресурсный человек, вот эти дополнительные 200-500 долларов, допустим, с телефоном, в крипте можно зарабатывать миллион долларов в месяц. Даже если люди будут зарабатывать 2, 5, 10 миллионов рублей в месяц, которые с большим командами, то они не будут заморачиваться с этим подписанием блоков и всего прочего. Следующий вопрос такой. За что 1999 рублей? Есть компания, есть продукт, есть маркетинг, не должен быть товарооборот. Если была бы матрица, люди пришли бы, где нас заработали бы, потом все, ничего не зарабатывают. Опять новый проект, опять потеря команды, опять расстройство, либо энергия какая-то и так далее. Тут есть маркетинг, есть продукт, есть ежемесячная оплата. Нравятся условия? Хочешь автобонус, подарок, хочешь 5 квалификаций по 1% этого работ в компании, хочешь айфоны, хочешь это, набери, делай, получается. Если ты пришел, оплатил 2000 рублей, 1990, давайте 2000 рублей буду называть, и, допустим, ты за месяц не набрал команду, естественно, ты не подписал здесь контракт, потому что ты заложил квартиру, должен всю жизнь оплачивать 2000 рублей. ты не обязан. Если есть команда, чтобы получать вознаграждение с нижней стоящих людей, то ты должен оплачивать это. Поэтому, если под вами есть люди, у которых есть команда, они будут оплачивать, вы будете зарабатывать деньги. Если вы думаете сюда только вот так, образно, прийти один раз заработать, тогда вам это не на этой компании нужно. Если вы пришли сюда на долгий срок и хотите всегда зарабатывать, чтобы ваши люди зарабатывали деньги всегда, тогда этот маркетинг-план идеальный. Низкий порог входа, продукт, который хочет каждый человек, ограничения в этом нету, есть еще куча других продуктов, которые будут, крутая идея, надежная компания, система стратегии, крутой маркетинг-план и так далее. Что, блядь, может быть лучше? Ничего, я считаю. Это мое мнение. Конечно, создатель, думаю, всегда будет свой продукт больше хворить. Но разберитесь в предложении, составьте свое собственное мнение. Если вдруг вам нравится и вы согласны с этим, то идите с горящими глазами вперед и топите. И все будет хорошо. Так, следующий вопрос. Я слышал, что у вас запланирована встреча в Сочи. Это так? ты, в принципе, как бы... Ну да, я ответил. Это будет лидерский слет. Есть определенные условия. 200 тысяч монет в разных трех ветках. Одна ветка считается как 80 тысяч монет максимально. Вот. Перелет человек оплачивает сам. Там все включено. Если у человека 500 тысяч монет в структуре, получается, ну, в трех разных ветках, то перелет мы оплатим. Но если, конечно, из Америки летит и перелет не стоит 300 тысяч рублей, Хотя она вряд ли из-за границы сейчас все закрываться будет, скорее всего, вторая волна. Я переболел коронавирусом. Вот. Поэтому 500 тысяч монет в структуре оплатим самим перелетом. Так. Следующий вопрос. Когда будет приложение для iPhone? Ой, друзья, я жду это больше, чем вы, поверьте мне, на слово. Короче, приложение делится несколько этапов одобрения. Первый – это код, второй – там, оплата, безопасность, все прочее. Все самые тяжелые проверки мы прошли, отправили финальную сборку, подредактировали, там, некоторые моменты, и отправили. Вот, писал вчера в Apple Store, мне написали, это, что мы приняли ваше письмо, отправили в специальный отдел, поускорить это все, жду, нервничаю сам, друзья, пипец как. Ну, старт перенес чуть-чуть. Ну, затупили, мы уже другие продукты, быстрее сделаем некоторые продукты раньше, пока что ждем одобрения. И получается, сейчас, не скоро просыпаться Америка будет, сегодня у нас, сейчас посмотрю, четверг или пятница, пятница. Вот, не очень надеюсь, то, что сегодня должны одобрить. если мы на воскресенье стартанем, если нет, то, скорее всего, в субботу, в воскресенье полстоя не работают, в понедельник, наверное, одобрят, там, в среду повторинг старт. Ну, это критические уже меры, короче, фу, я аж вспотел. Должны сегодня, потому что уже времени прошло очень много, но они писали письмо в связи с ситуацией с коронавирусом, сроки могут задерживаться. Мы уже написали письмо, отправили в специальное отдел, там, все сделали для того, чтобы вы были счастливы, и мы тоже, взаимовыгоды, меняемся энергии. Смотри, такой вопрос, конкретный. На какую сумму нужно приобрести монеты, чтобы можно было снимать с банкомата 200 евро в день? Ну, тут не с банкомата это снимают, а как бы, ну да, ты меняешь фиат и снимаешь, получается. Ну, да, там. Я не могу ответить на этот вопрос, понимаете, чего я боюсь больше всего. После выхода на биржу монет мало, сетевиков очень много, система есть, стратегии есть, и спрос больше, чем предложение. Что происходит? Рост курса. Конечно же, я буду ставить стенки сопротивления, потому что я хочу все плавно и качественно и так далее. Вам-то это, наоборот, плюс вам, все взлетело, все круто, вы заработали, счастливо и так далее. Я-то здесь на долгий срок смотрю, на 10 лет вперед, на 5 лет вперед. Поэтому хочется плавненько все идти. Но, по идее, к Новому году, наверное, ну, рублей 40, курс x4, получается, поднялось, из этого 30%, 25% в месяц отдается. Можно фиксировать каждый месяц ту сумму, которую вы вложили. Если вы еще делали инвест, то побольше. Получается, x2 делать каждый месяц, можно даже так. Но это опять слова, друзья. Все может произойти. Может метеорит упасть, не знаю, бубонная чума начаться, не знаю, там, третья мировая война, там, или что-нибудь и так далее. Всякие ситуации могут быть. Поэтому, по идее, все, почему инвесторов не набираем? Почему, если человек, инвестор, князь какие-то возражения, говорю, до свидания ему? Ну, то есть в глубине даже, на зуме сейчас ты говорил, вот человек, да это сила хардрон, пирамид и так далее. Я сказал, выйди из зума, не покупай монеты, не надо тебе быть богатым. потому что это почти 99.9% гарантии зарабатывания денег. И я хочу, чтобы люди зарабатывали деньги те, чтобы монеты попали в правильные руки, и чтобы все это шло, как водопад сверху вниз, с доброй энергией, с положительной, и все, что хорошо. Так, смотри, следующий вопрос. Есть ли какая-то защита от копирования твоего проекта, учитывая ситуацию проектов с открытыми кодами, которые копируют? Ну, у нас, скорее всего, мы это сейчас обсуждаем все время, то да, то не, то и далее. Единственное, что подписание с блоков мы скроем, потому что инновация действительно в мире. Блокчейн-код у нас открыт, здесь могут создать на нем проекты и все прочее. Но, у нас есть, получается, системный, скажем так, консоль, это пристройка к блокчейну, это сайт, это приложение компьютерное, приложение мобильное, вот там миллион строчек, все как синхронизируется с блокчейном, миллион строчек кода, друзья. И это закрытый, это собственность компании, поэтому, вот это мы не дадим в открытый доступ, чтобы не появлялись копипасты за один день, образом так говорят, ну, там, месяц, полтора, вот. Да, люди смогут дорабатывать наши блокчейны, кто-то платит за газ, кто-то смогут просто его скопировать, как-то переделать его по-другому. Но инвестора, я считаю, умные инвестора не будут инвестировать в копию, когда есть нормальный проект. И фиг знает, что там за копии стоят, какие люди, какой у них фундамент, как они будут двигаться и все прочее. Сетевики, да, могут перебегать, как бы это, бывает такое, но, я считаю, у меня не будет конкурентов, потому что здесь нечто другое. люди будут уходить, но, как бы, да, там будут конкуренции, как бы, скажем так, то есть, что будут аналоги, там, какие-то проекты, создавать что-то, будут крутые продукты, развивать крипторынок, потому что он пустой. Были там красотки Nike, Adidas, Reebok, там, и другие, там, всякие появляются. Вот, поэтому. Ну, это, естественно, процесс, естественно. Всегда будут люди выбирать то, что им нравится больше. Итак, последний вопрос. Что мы приобретаем за 2000 рублей? Ты уже ответил. Сколько монет нужно покупать для пассивного заработка? То есть, есть ли обязательные... Бигель не работает от одной монеты. Получается, одну точку 18 монет на Дакина делегированиях. Там в 15% спишется, чтобы у вас работа от одной монеты, должна быть такая сумма. В начальном этапе это примерно, там, 12 рублей. Ну, плюс комиссия это АПРа, либо за крипту, там, ну, 15 рублей. Я думаю, не плохая сумма проверить, как работать делегирование. Ну, да. Ну, и тут как бы следующий вопрос. Для жителей Казахстана как делать проплату через какие кошельки? Естественно, мы, кстати, заметьте, я думаю, это очень редко бывает, когда компании заботятся своих пользователей и делают даже повышение конверсии на начальном этапе. Вот у нас видеоролик левого, который 3 минуты промо. Крутой, дорогой видеоролик, интервью сразу со мной, закрытие возражений, сайт, фэтпэйпер, канал, посты и все прочее. Это ведется работа для вас. Вот. Естественно, мы тоже думаем об оплатах. У нас есть, получается, два решения. Через крипту, через коинсбэйс, это там топ-3 биржи мира, и есть решение через пэйр, это мировая платежная система. Блин, простите, я вспоминаю, кто-то. Вот. Получается, мировая платежная система, где любой человек из любой страны сможет купить монеты. Естественно, что там комиссия. От 4 до 5, 75 процентов. 5.75. Но, тут человек думает, о, комиссия такая. Вы, когда покупаете биток, вы же покупаете его не по курсу коинмаркета, вы же там, если кто-то на обменнике покупает, то там платит, там вы дороже продаете, плюс комиссии, плюс потом вывести на кошелек. Либо если он покупает, там, там, за фиат на бирже USDT, платит за эту комиссию, потому что от банка дороже доллар продается и все прочее. Конечно, выходит комиссия. Поэтому, первичная продажа такая, потом у людей это будет продаваться чуть дешевле. Ну, какая ценность будет, какая ситуация. Я, конечно, буду стараться для того, чтобы у людей, как бы, ну, там, не делали плюс 10% от биржи, или плюс 30% от биржи продавать. Потому что, люди очень много ленятся идти на биржу. Вот, и спекулянты зарабатывают на этом. Все, вопросы закончились. Там еще один вопрос был, если не ошибаюсь, от нашей прекрасной миледи Марины. Если я умру, по наследству передается. Просто, я вижу, Олег не захотел отвечать на такой вопрос, потому что вы не умрете. Вы нам нужны живые. Я просто не промотал на Орландидже там этих всех, где, города и заметил. Вот. Понимаете, у нас доступа к вашему кошельку нету. У вас есть сидфразы. Единственное, что вы должны сохранить, это ваша сидфраза. Потеряйте ее, все, пиздец вашим аккаунтом. Позовем это так. Потому что, если вдруг кто-то зарегистрировался, не сохранил сидфразу, заново регистрируйтесь. Если есть команда под вами, заново под собой регистрируйте ее. Сидфраза, это ваш, ваша ДНК. Потеряйте свою ДНК, вы не будете человеком, скажем так. Поэтому, вы можете передать свою сидфразу своим, там, детям, либо, там, племянникам, либо, там, внукам и все прочее. Если вы передали свой контракт по наследству, у компании нет доступа к вашим кошелькам. Если у компании были бы все сидфразы бы, опять же, ко мне пришли бы, и недолго бы я жил бы. И чтобы не было потом то, что другообразно марку играл, просто марку бы закопали под землей бы, и все бы. Вот. Поэтому это блокчейн. А блокчейн, это уже проверенная временем определенная история с открытым кодом. Иначе бы уже биткоин удалили бы. Если код закрыт, то, конечно, уже этому проекту доверять не надо. Так, ну, вопросы, по-моему, закончились уже. Давайте, наверное, друзья, поблагодарим Марка за ответы на вопросы, за интервью. Давайте, друзья, сделаем, знаете как? Вот вы находитесь в чатах, я сейчас сделал запись, я сохраню, Олегу пришлю, он кинет в чатах. Вот у меня к вам просьба. Если вам понравился сегодняшний зум, сейчас мы как закончим этот зум, напишите в чатах, в которых вы находитесь, как было здесь охуенно. Простите за мат. Давайте дадим огня, потому что люди, которые будут смотреть, у вас есть команды, у вас есть люди, есть люди, которые думают. Увидев вашу энергетику, ваши отзывы, они захотят посмотреть этот зум. Тем самым вы поблагодарите меня обратной связью, я увижу это все, Олег, там, в других чатах пришел скриншот о меня, я порадуюсь искренне, я очень эмоциональный в плане бизнес-отношений. И также я в каких-то чатах сам увижу, и тем самым вы поможете своим командам. Так что был Марк Богатыренко на связи, хорошего дня, хорошее настроение, давайте взрывать артери, качать вместе, продвигать, растить нашего ребенка все вместе, децентрализованного. Так что погнали дальше, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...